Некоторая ретроспектива прошлая. 41-й год. Мы войны не хотели. Руководство Советского Союза пыталось всячески предотвратить войну, понимая, что трудно будет ее избежать. В связи с этим началось массовое перевооружение до оснащения армии вооруженных сил. Естественно, фашистская Германия, устремленная на восток, понимала это, что нельзя допустить перевооружения. Модернизация вооруженных сил. Но давайте будем откровенны. Мы тогда эту войну, начало этой войны, прошлепали наше руководство. И нам пришлось заплатить высокую цену за ту победу, которую мы одержали в 45-м году. И самое главное, все ведь начиналось с того, что были переброшены специально подготовленные подразделения через границу Советского Союза. Это здесь, в Беларуси, прежде всего, потому что основной удар наносился здесь. В форме советских вооруженных сил они не только нейтрализовали всю приграничную полосу, но понимая, что без мостов, переправ, невозможно будет осуществить близклик в этой войне. Они убили практически всех тех, кто стоял на защите. Все инфраструктуры Беларуси и в основном. Поэтому немцы и фашистская армия очень быстро прошла всю Беларусь. Фактически основной ударной силой прошили нашу республику. Тогда это было типичное начало войны. С тех пор прошло много времени. Неожиданно, невозможно начать войну, невозможно бросить армады самолетов на территорию даже Беларусь. Не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я, как главнокомандующий по Конституции, и наши руководители, и вы, офицеры, вынесли из той войны, жестокой войны, порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили, наверное, навсегда на генном уровне. Мы видели несколько войн за последнее время. Наверное, в том, что нынешний президент четверть века руководит страной и вооруженными силами, многие видят много недостатков. Но это вам виднее. Мы находимся в предвыборный период. Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса. Поэтому, наверное, что-то мы делали так, не так. Но я всегда понимал, сколько бы ни было в стране министров обороны, руководителей видами вооруженных сил, мы внимательнейшим образом изнушали те войны, которые разворачивались за четверть века. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши вооруженные силы. Где-то я говорил, что примерно за мою бытность мне приходилось принимать четыре разрешения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов. Я вот эти факты с 1941-го перечисляю вам для того, чтобы подвести к главному вопросу, на который ответит генерал Равков. Традиционно он, встречаясь с военнослужащими, на него отвечает. А какая будет война сегодня, не дай Бог, она случится? А как война будет разворачиваться, какие причины и цели будут предстоитоваться агрессор, если он будет вести войну против Беларуси? Мы с вами люди военные. Мы для того и существуем, чтобы воевать. Не дай Бог, конечно, не дай Бог. Но если, то мы должны и будем воевать, защищая не только нашу Родину, это главное, нашу землю, но и наши семьи, наших детей. Пожалуйста, Андрей. Действительно, мир не стоит на месте, мир развивается. И эти изменения касаются не только каких-то достижений, каких-то позитива, радости, счастья для людей. И, конечно же, это и война. Война в разных ее проявлениях. Поэтому вся та подготовка на основании достижения целей военной доктрины и нацелена в воинских частях, в первую очередь, и сил специальных операций, сухопутных войск и другого вида вооруженных сил, нацелена на то, чтобы быть готовыми к любому развитию обстановки. Но надо понимать одну четкую вещь. Чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, с воздушным нападением, с интервенцией измерений, каким-то воздействием радиоэлектронных средств поражения, водом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади. Не надо думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа. Вы должны четко понимать, и не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А все это начнется, если вдруг начнется. Это будет тайно, тихо. Организация массового беспорядка, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А с учетом нынешнего мира 21 века, конечно же, возможности по организации, будораживанию населения, по будораживанию тех людей, которые занимают определенные ниши в социуме нашего государства, конечно же, это может привести к массовым беспорядкам.